стройка у нас началась тогда когда стало понятно что семью на что ждет прибавление встал выбор покупать квартиру либо строить дом показалось что дом наверное было бы логично все значит уважаемые ученые пишут что у каждого ребенка должна появиться комната к трем годам вот собственно это был для нас срок в течение которого нам нужно было построить дом состояние пригодное для жизнь в процессе строительства дома мы не единожды увеличили состав своей семьи поэтому фактически в самый последний момент у нас появилась вторая детская и в доме появилось 2 раздельных детских одна для мальчика которая была отделана соответствующим образом другая для девочки но собственно вот то что удалось построить за прошедшие почти 65 лет с начала стройки дом был построен из теплой керамики вот снаружи он был оштукатурен дом над землей двухэтажный как собственно и проект который мы покупали но из-за того что почва на этом участке песчаная собственно грех был не построить еще и подземный этаж и туда убрать собственно все технические помещения кладовки и все 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 остальное потому что место на участке не очень много соответственно проект мы доработали сделали дополнительные чертежи подземного этажа и построили его полностью монолитным поскольку основной задачей было построить дом як можно скорее сюда переехать из однокомнатной квартиры в более свободное жилье то задача была довести его до состояния можно жить а там какие-то мелочи уже доделывать в дальнейшем именно поэтому там отсутствует ограждение на балконе какие-то такие мелочи которые общем на жизнь не влияет у нас нет длинная история о каком-то длинном выборе проекта и куча наших требований было одно пожелание это наличие второго света почему-то казалось что значит это должно быть здорово и собственно просто нашли картинку в интернете внешний вид фасада дома когда просто понравился это собственный был определяющим фактором да у этого дома был второй свет собственно все необходимые условия и было всего два это внешний вид второй свет они были выполнены поэтому мы купили этот проект в большей степени для того чтобы следовать там конструктивным узлам и всему остальному просто для того чтобы соблюсти геометрические размеры дома часто пишут о том что если начинаешь делать что-то шире там длиннее повыше и так далее меняется картинка в голове была именно та картинка которую купили этот проект который мы купили он собственно был рассчитан на теплую керамику которая собственно и была выбрана как материал для строительства я не могу сказать что я являюсь фанатом теплой керамики но несколько факторов сросло сюда во первых удалось купить это недорого что по стоимости было сопоставим со стоимостью пеноблока во вторых чисто по ощущениям это больше напоминает кирпич до хотелось именно кирпичный дом поскольку там но более основательный массивный и так далее вот поэтому теплая керамика строил бы сейчас наверное бы строил потому что действительно удобно дом при крупноформатных блоках возводится достаточно быстро он не требует дополнительных мероприятий по усилению конструкции кто допустим там создание армопояса но это опять зависит от марки блоков до от их плотности и так далее но данные конкретные блоки они этого не требуют соответственно можно было возводить стены на них же класть плиты перекрытий и продолжать стройку дальше не возводя армопояса это собственно сокращает срок строительства и удешевляет отчасти в строительстве были использованы для наружных стен блоки 51 соответственно 51 сантиметр толщины что собственно для нашего региона вроде по теплопроводной считается нормально но снаружи все это было еще утеплено дополнительно 10 сантиметрами минвата на которой была потом лично штукатурка идея по использованию минвата была только потому что штукатурка на кирпичном основании с разной степенью расширения там швов кирпича и так далее она начинает резко ци вроде бы как минеральная вата она позволяет делать целиковые основания трещина вообще такая большая беда в строительстве на вот на балконе видно на балконе как раз есть монолитная плита балкона и сверху залита стяжка на этом месте всегда возникает трещина от нее нет не избавиться и так далее но данном случае она нас не интересует то что это будет закрываться в конечном итоге с финишной отделкой но то же самое будет на кирпичном доме который просто штукатуре внутренние перегородки сделаны из разных блоков сам 38 блок там где это несет характер там несущих стен в паре место сделаны перегородки из 12 блока просто опять для скорости возведения это раз а во вторых когда мы покупали блоки и возили сюда это огромным количеством фур это было дано нам нагрузку поэтому мы используем 12 блока не кирпич какой-то полотен и так далее вот полнотелый кирпич тоже использовался но использовался специальных помещениях то есть допустим котельная была полностью огорожена полнотелым кирпичом с точки зрения безопасности но еще там пары места где невозможно было использовать теплую керамику опять же поскольку значит выбирали картинку дома одно из таких значит пожеланий было делать крышу из натуральной черепицы это в общем стоит несколько дороже да нежели по все остальные виды кровельного покрытия но когда построили стропильную систему стало понятно что крышу общем-то особо с земли не видно поэтому все-таки ушли от идеи черепицы натуральной покрыли все дело металлочерепицы просто руководствуясь тем что всей этой красоты видно не будет поскольку была идея страховать в дальнейшем дом то у страховых компаний есть ряд требований по внутренним конструкциям дома для того чтобы соблюсти стоимость страховки делать космическое высоко одной из них это наличие бетонных перекрытий если у тебя все перекрытия в доме бетонное перекрытие между последним этажем у крыши деревянной это автоматически увеличивается страховку в два раза и снижает возможность страховых выплат мы соответственно полностью делали все прикрытие бетонные это во первых получилось достаточно недорого по сравнению с деревом и при этом очень быстро то есть кран укладывает плиты и можно положить строительство дальше это во первых во вторых крыша достаточно сложной конфигурации она не прямоугольная она вальмовая у него есть почти 14 кажется углов это вынуждает делать достаточно сложную стропильную систему с большим количеством опор если где перекрытие было деревянное необходимо было бы делать такое совершенно там невероятно усиление в местах дополнительных опор что в случае бетонного перекрытия не требуется сказав что проект мы не переделывали сохраняли высотные отметки и размера это собственно было правда единственное что мы самостоятельно раздвигали немного стены дома на проекте для того чтобы избавиться от монолитных перекрытий которые были заложены проектом для того чтобы можно было использовать типовые плиты перекрыть стандартных размеров соответственно там дом может быть стал на 5 сантиметров пошире на 4 сантиметра покороче только для того чтобы подогнать все это по стандартные размеры монолитные участки тоже лились но это было сделано буквально там в двух местах заливались плиты балконов потому что консоль на плиты перекрытий покрепить нельзя и заливалась на чердаке части где находится вход на чердак то есть люк с лестницы там еще из таких нетипичных вещей которые здесь делали цокольный этаж полностью монолитный не делали ни из блоков фбс ни из чего либо еще потому что даже несмотря на то что почвопесчаной вроде их воды близко нет сложно гидроизолировать любую другую конструкцию монолитная конструкция изолируется проще всего соответственно заказывалась опалубка который можно было монтировать не краном а руками мелко щитовая заливались стены цокольного этажа поскольку цокольный этаж просчитывался самостоятельно в этом проекте то есть не с помощью вот инженерной организации его не было в проекте изначально то пытались сделать его максимально эффективным с точки зрения расхода материала площадь цокольного этажа достаточно большая объем стен он тоже достаточно велик поскольку впоследствии на стены цокольного этажа необходимо было ставить 51 блок то необходимо было сделать толщину стены вместе сопряжения с блоком 51 сантиметр самое очевидное решение залить стены такой толщины и выполнить собственно это мероприятие но это не целесообразно и очень дорого поэтому сделали перерасчет стен в конечном итоге стены цокольного этажа имеет толщину 25 сантиметров этого вполне достаточно для того чтобы выдержать весь весь дома и все остальное а верх стены цокольного этажа имеет уширение необходимое для опирания кирпичной кладки это первых позволило в два раза сократить объем бетона необходимо для того чтобы залить конструкцию это позволило снизить общий вес дома снаружи дом вы имеете тут цокольная часть столбы там частично трубы на крыше были отделаны искусственным камнем на картинке которую мы покупали в интернете был именно камень и он был приблизительно такой поэтому собственно вот он и лег в основу отделки здесь у дома есть две веранды одна веранда образуется таким вот образом с отдельно стоящей крыши 2 веранда образуется как пространство под балконом с другой стороны дома не знаю насколько это было правильное решение или нет но мы не объединяли фундамент и колонн веранд и балкона который стоит отдельно а делали их самостоятельно ну соответственно выполняли все необходимые мероприятия достаточно глубину формирование и так далее вот собственно практика показала что все это стоит трещина не появляется а при таком грунте который не пучинист это дружит достаточно хорошо здесь веранду накрыли поликарбонатом для того чтобы сохранить естественное освещение то есть крыша достаточно прозрачная но при этом беречь себя от дождя когда строили цокольный этаж поскольку он полностью находится ниже уровня земли то там достаточно темно а поскольку в цокольном этаже предполагалось жилое помещение игровые помещения допустим комната для занятия спортом то необходимо было сделать естественно освещение что собственно мы и сделали сделав приямки их несколько по периметру дома несмотря на достаточно несложную конструкцию это имеет очень большой эффект в подвальном этаже при условии того что он ниже уровня земли там достаточно светло днем естественно сюда попадает соответственно и накрывали приямки тоже прозрачным поликарбонатом для того чтобы естественно освещение работало это оказалось достаточно по разумным решением вот тоже действительно сочное светло и не создается впечатление какого-то подземного бункер но поскольку не хотелось уродовать и без того небольшой участок различными постройками то к дому с задней стороны где никто не видит пристроили сарайчик соответственно для снегоуборочные машины для газонокосилки и здесь же предполагается резервный генератор для электричества проводка для которого была сделана заранее собственно мы практически уложились в те три года которые отводят на создание собственной комнаты для ребенка и через три с половиной года мы довели состояние дома до состояния можно жить и сюда переехали живем здесь уже но фактически год с небольшим и признаться честно на текущий момент считаем свой выбор относительно строительного дома обоснованным детям очень нравится они бегают по лужайке кушают смородину с кустов поливая друг друга водой из шланга но наверное это то детство о котором они могли бы помечтать и и Субтитры создавал DimaTorzok